Окей, буквально вот сейчас в эти дни в продаже в Беларуси появился новый планшет Samsung Galaxy Tab A8. Я много пользовался планшетом Galaxy Tab A7, делал на него обзор, сравнивал его с Galaxy Tab A7 Lite и даже подарил Galaxy Tab A7 своему папе на Новый год. В общем, с этим планшетом я знаком очень тесно. В этом видео я расскажу о первых впечатлениях о Galaxy Tab A8, проведу некоторые тесты, сделаем полноценный обзор. В общем, подробно и без воды пробежимся по этому планшету и посмотрим, что он из себя представляет. Кстати, у меня в руках версия на 3.32, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта накопитель. И чуть-чуть позже я расскажу о том, почему такую версию планшета покупать не надо. Первое, что мне бросилось в глаза после того, как я распаковал вот эту коробку и взял планшет в руки, так это то, что он стал гораздо красивее и просто стало приятнее его держать в руках. Офигенный дизайн с матовой стенкой, которая вообще не собирает отпечатки пальцев. А это, ну, очень важно, потому что планшеты заляпываются только в путь. Еще у светлой версии планшета спереди теперь нет белых рамок. У Galaxy Tabo 7 они были. И шла сначала белая рамка, потом такая черная окантовка и только потом дисплей. И выглядело это, ну, очень посредственно, мягко говоря. Сейчас выглядит все намного аккуратнее и в одном стиле, что ли. Рамки вокруг дисплея остались симметричными, как по толщине, так и по радиусу скругления. Это, казалось бы, мелочи, но в использовании очень радует глаз. В руках лежит планшет супер клево, лучше, чем предшественник. Ощущается дороже за счет приятных материалов. И он весь такой из себя симметричный, хороший, в общем, очень нравится. Найти планшет сейчас смог в двух цветах. Это в темно-сером и серебристом. Пройдемся по граням. Снизу два динамика, порт USB Type-C и разъем для наушников. Это очень важно, потому что планшет бюджетный, стоит он немного. Поговорим о цене в конце видео. Если не терпится цену узнать прямо сейчас, тогда переходите по ссылке в описании. Дальше сверху у нас два динамика и микрофон. Сбоку на правом торце кнопка питания и качелька регулировки громкости. С левого торца только слот для карты памяти и нано-сим-карты. У меня версия с LTE. Фронтальная камера находится вот здесь, по центру. Фланшет ориентирован на горизонтальное использование. Так его юзать гораздо удобнее. И фронтальная камера находится вот здесь, прямо по центру. О том, как она отрабатывает, я расскажу немного позже. Покажу примеры видео, расскажу, как записывает звук этот планшет. В общем, вы сможете со мной пообщаться, якобы, по видеосвязи. Основная камера теперь круглая. Раньше она была такая, немного более похожа на квадрат. И она заметно выступает над корпусом. Если вдруг это кому-то не нравится, тогда эту проблему можно решить с помощью чехла. Весит планшет 508 грамм. Предыдущая версия была легче, 477 грамм. Пластиковый бортик вокруг дисплея стал заметно тоньше. Он выполняет защитную функцию и в случае каких-то непредвиденных ударов возьмет нагрузку на себя. В большой и дизайнерски удачной коробке вы найдете сам планшет, который поставляется в транспортировочном мягком чехле. Кроме него кабель питания Type-C. Адаптер на 7,8 Вт. Хотя планшет поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Там же документы и скрепка для лотка. Планшет позиционируется как потребительский, то есть для простых медиа задач посмотреть кинцо, послушать музыку, в игры поиграть. Поэтому в вопросе звука здесь все в порядке. 4 динамика по 2 с каждой стороны с поддержкой Dolby Atmos. Я проверил здесь наличие стерео, отрабатывает вообще полноценно, как положено. Это хорошее стерео, динамики не самые качественные, разумеется, но для своих задач более чем. Кстати, из коробки звук был достаточно плосковат. В настройках можно включить Dolby Atmos и этот звук меняет практически на корню. Как будто бы был один звук и стал совершенно другой, более объемный, более такой динамичный. Я рекомендую прямо с того момента, как только вы распаковали этот планшет, сразу включить эту настройку. Она вам даст абсолютно другой опыт использования и в играх, и в просмотре ютубчика, и в обычном прослушивании музыки. Вы можете даже проверить, насколько разнится звук до активации Dolby Atmos и после активации. На мой взгляд, это два совершенно разных звука. Правда, если включать на максимальной громкости какую-то сложную звуковую дорожку, то, конечно, будет уже все рассыпаться, превращаться в мишанину. На мой взгляд, на процентах 70 громкости слушать оптимально. Чем этот планшет будет отличаться от своего предшественника, от Galaxy Tabo 7? Давайте я вам расскажу о четырех наиболее важных отличиях. Кратко. Первый это процессор. Здесь установлен уже не Snapdragon, как это было в Tabo 7. Здесь установлен процессор Unisoc Tiger T618. Второе отличие в том, что из коробки здесь уже стоит 11-ый Android, а не 10-ый. Немного увеличился дисплей, буквально незначительно, там на 1,1 дюйма. И в целом изменился дизайн. Изменилась вот, например, основная камера. Сам он стал такой немножко более угловатый. В целом дизайн, на мой взгляд, улучшился, стал более приятным, более интересным. По крайней мере, в руках планшет лежит уже заметно лучше. Galaxy Tabo 7 я пользовался часто. Не сказать, что там была претензия к дизайну, он там такой был нейтральный. Здесь он уже приятный. Все еще установлен TFT-дисплей, разрешение 1200 на 1920 точек, диагональ 10,5 дюймов. На YouTube максимальное разрешение видео, которое у вас получится включить, это 1080p при стандартных 30 кадрах в секунду. Если планшетом будет пользоваться человек в возрасте, то есть масштабирование экрана и увеличение шрифта, чтобы информация на экране читалась без нагрузки на глаза. Казалось бы, банальные вещи, но важно, чтобы они лежали на поверхности. Еще из приятного есть разблокировка и отключение экрана двойным тапом. Очень удобно для того, чтобы не брать лишний раз планшет в руки, если вам нужно посмотреть уведомление, либо же посмотреть время. Два раза тапнули, посмотрели, два раза тапнули, он пошел обратно спать. То же самое можно сделать и когда планшет находится уже в разблокированном состоянии, после того, как вы чего-то посерфили, где-то поиграли, что-то посмотрели, два раза тапнули, планшет пошел спать. Это такой удобный элемент юзер-экспириенса. А вот так выглядит Инстаграм. Можете обратить внимание, то, что картинки замощают всю ширину дисплея и выглядит все это достаточно юзабельно, если так можно сказать. Можно сториз полистать немножко, как видим, тоже очень приятно. Смотрится. Из коробки планшет поставляется с 11-м андроидом и фирменной оболочкой One UI 3.1. Всего у планшета три модификации. Это 3 гигабайта оперативной памяти и 32 своего накопителя. 4,64 и 4,128. Я рекомендую покупать исключительно 4 гигабайта оперативной памяти, либо же 64 гигабайта, либо 128 своей. 32 гигабайта я не рекомендую покупать, потому что их по факту не 32, а где-то 20, потому что какую-то часть памяти занимает сама операционная система Android, оболочки и все другие элементы интерфейса и операционной системы. И 32 гигабайта это действительно очень мало. Вы установите пару приложений, пару игр и ваша память закончится. А сторонняя память в виде флешки microSD никогда не будет такой быстрой, как родная память. Кроме версии с LTE, это версия планшета, куда можно вставить сим-карту. Будет продаваться еще версия только с Wi-Fi, где слота для сим-карты не будет, а будет только слот для карты памяти. Поговорим про игры. Во что-то простое можно играть легко и непринужденно, например, в какой-нибудь Brawl Stars. Если вы заходите поиграть в сложные игры, например, в Call of Duty Mobile, то она уже будет доступна только на низких настройках графики. Зато работает без глюков. Кстати, во время сложных игр планшет будет немного греться. Это не кипяток, но просто ощущается, что он стал тепленьким. Немножко тепленьким. Греется ли планшет? Да, греется. Сильно? Нет, не сильно. В Geekbench результаты в Single Core 364 балла, в Multi-Core 1161 балла. В Antutu планшет набирает примерно 250 тысяч баллов. К моему огромному сожалению, этот планшет не обзавелся до сих пор сканером отпечатка пальца, ни под экраном, ни в кнопке питания, ни на тыльной стороне. В общем, сканера здесь нет ни в каком виде. И разблокировать планшет можно либо по лицу, либо с помощью рисунка или пароля. S-Pen в этом планшете не поддерживается, но если вам нужен стилус, то подойдет простой стилус для емкостных экранов, который можно купить в любом торговом центре примерно за 3-4 доллара. И модуля NXI в планшете тоже нет. Основная камера тут стоит на 8 мегапикселей. Она не изменилась. Это обычная, простая камера для планшета, практически для галочки, если так можно сказать. Потому что на планшет мало кто фотографирует, просто потому что это неудобно. Я попробовал сфотографировать, например, даже когда я что-то в руках держу, ты когда держишь планшет одной рукой и пытаешься дотянуться до кнопки затвора, есть огромная вероятность, что ты его выронешь или еще что-то. И вообще, фотографировать даже на улице, на планшет, это неудобно. Очень-очень-очень редко нужна основная камера в планшете. Разве что документы, может быть, отсканировать или сфотографировать что-то очень простое. И когда нужно что-то кому-то отправить, я не знаю, там, данные счетчика, может быть. Тогда да. Поэтому камера здесь обычная, этого пугаться не стоит. Гораздо важнее в планшете фронтальная камера, потому что с помощью нее происходят видеозвонки, для которых планшет часто покупают. Вот она здесь на 5 мегапикселей, кстати говоря, тоже не поменялась по сравнению с Galaxy Tab 7. Ровно точно такая же фронтальная камера. Ну что, в этом коротком видео, записанном на фронтальную камеру Galaxy Tab 8, можете посмотреть, как отрабатывает фронтальная камера, послушать, как работают микрофоны, и рассказать об этом в комментарии, как вам понравилось вообще, не понравилось. Поделитесь. Основная камера пишет видео максимально Full HD при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера тоже самая. И дополнительных режимов съемки здесь несколько. Есть портретный, есть Pro режим для ручной настройки, панорамный, еда и гиперлапс. По аккумулятору быстро пройдемся. Он здесь на 7040 мАч. Тоже не поменялся по сравнению с Galaxy Tab 7. Ровно точно такой же. И заряжается аккумулятор от 0 до 100% от родного адаптера питания. Из коробочки примерно часа за 3,5-4. От одного цикла заряда планшета хватит на 8-9 часов работы экрана. Но многое еще зависит, конечно же, и от уровня яркости, при котором работает планшет. По факту, на день вам его точно хватит. Если в нормальном, стандартном использовании, или в таком вот минимальном, как это бывает у меня, когда вечерком там сериал посмотрел, музычку утром послушал, тогда хватит, конечно же, и на 2, и на 3 дня в таком сценарии. Подводя небольшой итог, хочу сказать, что это отличный пример того, каким должен выглядеть и быть простой потребительский планшет, который можно купить своему ребенку, который можно купить своим родителям, либо же который можно купить для себя, чтобы он лежал такой дома в креслице, и вы всегда могли посмотреть сериальчик, послушать музыку, или поиграть в какие-то простые, ненавязчивые игры, или даже в какие-то средние, может быть, сложные игры, но, как я уже говорил, на низких настройках графики, разве если, потому что процессор здесь стоит не самый мощный. В целом, именно как потребительский планшет, он отрабатывает, потому что здесь классная диагональ экрана, он не тяжелый, его можно взять куда-то в дорогу, от него не будут болеть руки, просто потому что он не так сильно на них давит, как это происходит с какими-то флагманскими планшетами, типа там из серии S и так далее. В общем, хорошее устройство с классным звуком, 4 динамика, абсолютно не стыдный звук с поддержкой Dolby Atmos. В общем, крутое устройство для того, чтобы вы дома сидели и потребляли контент ровно в том объеме, в котором вы хотите. Могу ли я рекомендовать этот планшет? Совершенно точно могу. Это хороший планшет, вы его можете смело покупать, и вы не пожалеете 100%, только если вы не будете требовать от него каких-то запредельных задач, на которые он не рассчитан. А что это за задачи такие? Например, какие-то сложные игры, либо какие-то сложные технические задачи, например, если вы захотите на нем там заниматься профессиональной графикой. Понятное дело, что нет, потому что для такой задачи есть другие, более дорогие, разновидности планшетов. Казалось бы, мысль понятная, но лучше ее проговорить. Стоит ли вам обновляться с Galaxy Tab A7 на Tab A8? В таком сценарии, я думаю, обновляться не стоит, потому что изменений здесь не то чтобы очень много. Купить такой планшет в Беларуси можно в интернет-магазине МТС. Ссылку на него оставляю в описании под видео. Конкретно эта модель стоит там 729 белорусских рублей, либо же 31 рубль в месяц, если покупать планшет в рассрочку. Ну, такая опция тоже присутствует. Если это видео понравилось, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я не прощаюсь, совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok